Доброе утро! С 4 по 10 августа в городе Сухой Лог состоится первый сухоложский фестиваль искусства «Дивиград». Ну а мы прямо сейчас будем узнавать все подробности у гостей, которые уже находятся у нас в студии. Художника, дизайнера, организатора сухоложского фестиваля искусства Анастасии Савиновой. Доброе утро! И скульптора, и педагога Александра Болодина. Кому пришла идея создать такой необычный фестиваль? Наше знакомство с администрацией города Сухой Лог началось еще этой зимой. Мы им построили ледовый городок и после успешного сотрудничества направили наше портфолио, где мы показали все наши возможности, различные проекты творческие, с которыми мы работали. И глава города, Рафаил Раифович, он очень открыт к творческим проектам. Он стремится развивать город, ему понравилась идея и решили в совместном сотрудничестве провести такой фестиваль. Что будет на этом фестивале? На этом фестивале 10 мастеров со всей России, призеры международных конкурсов соберутся. И в течение 5,5 дней, практически 6 дней вырежут скульптуры из дерева на тему семья. Ну вот примерно таких же, как у нас сейчас в студии находятся. Только в разы больше. А, в разы больше? В разы. То есть они станут какими-то скульптурами городскими потом? Куда потом денутся? Они будут после фестиваля расставлены по парку семейной в городе Сухой Лог. И останутся там? Да. Ого, круто. Это очень круто. Хотелось бы у вас узнать, как человека, который как раз вот это все создает, насколько это сложно, насколько это трудоемко. То, что выглядит, это, конечно, вы принесли нам сразу 4 скульптуры, и мы понимаем, что вы где-то за 15 минут до эфира сделали. Ну, на самом деле, это делается действительно долго. Почему? Потому что, ну вот в частности, эти вещи, они делаются с помощью топора и таких вот инструментов. Ну-ка, что это за инструменты? Ну, это стамеска и богородский нож. То есть это достаточно такое вот... Мы берем бревно и от него отсекаем все лишнее, чтобы получить такое... Было аккуратно, потому что это очень острое. И отсекаем все лишнее. Забыл предупредить, что не нужно давать Ксюше острые предметы. Ну как не нужно? У нас теперь есть шанс отсечь все лишнее. Если она не на кухне, а такое мы видим не так часто. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали работу именно с деревом? Почему этот материал? Ну, наверное, нравится в руках держать текстуру, тепло, которое исходит от дерева. А от каждого разное? Ну, то есть, или вы с каким-то определенным работаете? Это липа, липа ольха. Работаю в основном с липой ольхой. Почему с ними? Потому что, ну, дерево такое достаточно мягкое, и с ним работать легче. Оно более такое пластичное. Текстура у него такая очень мелкая. А будет возможность у горожан или гостей города посмотреть за этим процессом? Потому что мы же только конечный чаще всего результат видим. Можно ли вот там за плечом стоять, или может быть это раздражает мастеров? Нет, у нас, конечно, будет открытый фестиваль. Все гости и горожане Сухого Лога смогут в течение всего фестиваля приходить и смотреть за работой мастеров. То есть мы с 9 утра до 7 вечера будем на площадке, и все смогут в реальном времени увидеть, как создаются скульптуры. У кого нет такого большого времени, то 10 числа будет блиц-турнир. И всего за 2 часа мастера вырежут скульптуры немножечко поменьше, уже на тему природы, красота природы. Вот. И поборются за главный приз бензопилу «Штиль». Ого! Звучит, ну, как бы впечатляюще. Я просто хотела понять, каким образом вы будете оценивать, ну, вы и жюри. Это же очень такой момент. Субъективный. Субъективный, мягко говоря, да. Каждый старался, каждый потратил на это кучу времени, у каждого наверняка получится красота. Есть и критерии. Достанется подарок, а кому-то нет. Как? Разумеется, есть критерии. И члены жюри у нас представители и творческих профессий, и директор художественной школы, и директор ДК. То есть из разных сфер люди немножечко все соприкасаются с творчеством. Чтобы было мнение, учтено различных категорий граждан, будут критерии основные. Это соответствие теме заявленной, художественный образ, оригинальные задумки и техническое исполнение. То есть мастерство, конечно же, в первую очередь, это самое главное. Вы будете принимать участие? Ну, моя задача будет немножко не в этом заключаться. Я буду для горожан проводить мастер-классы. То есть мы будем делать вот такие вот штучки. О, заготовка птички. А вы можете нам быстренько показать? Понятно, что мы полностью не сможем сейчас из болванки сделать уже скульптуру, но хотя бы посмотрим. Конечно, не сильно приятно, когда ты произносила слово «болванка» и смотрела на меня. Итак, будем пробовать. Да, да. Аккуратнее. Скажите, так, давай сначала. Ну, здесь... Чувствовал, сердечко сейчас забилось у Александра? Очень острое ресторан. Я понимаю. Очень острое. Здесь, в основном, вот это изделие мы будем делать богородским ножом. То есть мы будем работать по фаскам. И будем вот таким вот образом... От себя. Закруглять форму, чтобы она была более такой гладкой, правильно? Придавать. Придавать форму. Вообще. То есть это будет заготовка, она будет только весьма отдаленно похожа на птичку. И как бы в процессе... Ну, сейчас белка, может быть, пока. Будут. Значит, вообще кем угодно, может быть, Кирилл, все в твоих руках. Конечно. Подожди, я ведь даже еще не поступил. Тебе инструмент надо другой взять. А у нас есть пластырь, если что? Скорая помощь. По сути, это то, чем я занимался все свое детство. Ножичком, да, вырезал? Не надо на себя, пожалуйста. Мне так привычнее. Как картошку чистить. Вот, сразу видно, хозяин, хозяина. Ты бы видел глаза Александра сейчас в этот момент. Так, вот, кстати, я понимаю, что нужно правильно держать инструмент, что он заточен, он достаточно острый. Ну, я так пока аккуратно. Положи, так это страшно в твоем исполнении, конечно. Есть ли вариант затупить? Есть. Нож? Ну, вообще про нож я говорил. Хорошая шутка, на самом деле. Вы мне нравились каждые минуты, все больше и больше. Есть, конечно, Кирилл. Да? Но не об этом. Это то, что мы делаем сегодня в эфире. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли, порадовали нас. И, мне кажется, внимание нашего мальчика окончательно забрали. Да, мне очень нравится. Ну, дай я хотя бы чуть-чуть глазик. Итак, давайте пригласим всех, кто сейчас нас смотрит на фестиваль. И, конечно же, пусть люди проведут время классно. Уважаемые жители города Сухой Лог и все жители Свердловской области, я думаю, не так далеко мы находимся, приезжайте посетить наш фестиваль. Фестиваль будет проходить с 4 по 10 августа в городе Сухой Лог в парке Семейный. Здорово, отлично. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в гости. Итак, художник, дизайнер, организатор Штухоложского фестиваля искусства Анастасия Савинова у нас сегодня была. И скульптор-педагог Александр Володин. Заберите у него инструменты, пожалуйста, пока не поздно. Ну, а мы вместе с вами движемся дальше.